всем привет друзья вы вновь на канале мы в испании сегодня мы находимся в интересном местечке сегодняшнее видео наше посвящено репортажу обзору города дэния который находится между аликанта и валенсии а мы приехали и начнем наш репортаж с интересного места эта пещера пещера черепов это пещера которая называется ласкалаверас то есть пещера черепов она за моей спиной и мы сейчас с вами туда пойдем вместе ой здесь такая красотища татьяна иди сюда здесь целый музей каменный все друзья здесь можно разгуляться перед тем как зайдете в эту пещеру много разной красоты ну что друзья подошли мы к пещере кого лес калаверес вот такой вот тикет нам дали на кассе стоимость посещения для взрослого составила 490 нам на всех на троих 1470 чем привлекательна эта пещера что 300 лет назад здесь нашли 12 черепов причем homo sapiens и неандертальца и вот с тех пор здесь эта пещера показывает нам как жили древние древние люди ну а так как скоро хэллоуин здесь вот так украшено идем с нами так вот здесь можно сделать себе сувенирную монету в этой если не потерять в этом в этой пещере сюда складываем задвигаем ручку крутим у нас будет своя собственная монета она выпала ну друзья помимо того что здесь 300 лет назад нашли черепа 12 людей то есть homo sapiens и не неандертальцев помимо этого здесь 1936 году когда была революция в испании здесь находилась фабрика по производству боеприпасов и также хранилище потому что длина пещеры около километра 400 метров можно пройти пешком 500 метров залита водой и соответственно так как это все находится в горе такой огромной пещере с большими потолками было очень удобно заезжать на автомобиле и выгружать какие-то боеприпасы вот такие вот факты мы прочитали на входе в эту пещеру и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Здесь в 1768 году оказывается крестьяне прорубили какой-то канал и поливали свои поля, брали воду из пещеры Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Отдыхаем, двигаемся дальше, будем вам показывать город Дэнио Смотрите дальше наш сегодняшний интересный репортаж с побережья Коста-Бланка, провинции Аликанто, город Дэнио Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Итак, мы подъехали в отель, который называется Дэнио Это отель СПА, кстати говоря В СПА мы не пойдем, но отель я вам обязательно покажу внутри, как мы разместимся и погуляем по городу сегодня Дима Торзок Уютненький холл такой Сейчас будем заселяться Уютненький, большой, просторный такой В общем, очень хороший отельчик Ссылочку тоже сделаем Под видео в описании А мне этот отель напоминает турецкий отель Мы каком-то жили такой Вход был внутренние дворики Именно в Турции когда-то Вот такой у нас отель, где мы разместились Он достаточно большой Спас, бассейн Здесь есть ванна Шикарная такая Здесь есть одна спальня Вот такая вот Замечательная Здесь есть вторая спальня Быстренько вам показываю просто какие отели Можно На какие отели можно в Дэни рассчитывать Вот такая вот спальня Двухместная Вот такая шикарная гостиная Да Телевизор Весь интерьер Рабочий стол Водичка Презентики разные Комплиментики И выход на балкон Выход на балкончик Вот такой вот Виды Шикарные Погода замечательная Сегодня размещаемся Гуляем с вами по городу Показываем вам еще Интересные достопримечательности Город Дэния Все ссылочки Полезные будут Как всегда Под видео В описании К этому ролику А в этом отельчике Есть шикарный бассейн Такой небольшой Он небольшой Кстати говоря Лежачки Летом наверное Очень хорошо отдыхать Или после спа Птицы щебеют Красотень Вот такая территория А это у нас друзья Замок 11 века Частично перестроенный В 12 веке Очень интересный Там есть музей И там есть какой-то дворец Завтра мы это посетим А сейчас пройдем Очень интересной дорогой Так что предлагаю вам Идти вместе с нами Мы предлагаем вам друзья Пройти вместе с нами В очень интересное место Это гениальное изобретение В этом городе Оно упрощает значительно Ходьбу Из одной части города В другую Насколько мы поняли Это вот такой вот Шикарный туннельчик Который оборудовали Подсветили Для того чтобы Тут было ходить безопасно И мы можем попасть Сразу на другую часть города Пойдемте с нами Посмотрите На входе написано Часы работы Работают с 6.30 до 2 часов ночи Так что если вы загуляли Допоздна Два часа ночи Вы можете все еще пройти сюда Мы заходим и видим фонари Удобная дорога Можно ехать на велосипеде Можно ехать на инвалидном кресле И так далее Безопасно Сеточка сверху Все укреплено Здесь были проведены работы Насколько я прочитала И в общем стало достаточно приятно Мы идем по ровной дороге Можно идти даже в сандалиях Как у меня Не обязательно в кроссовках Кстати хочу дополнить Что в жару здесь говорят Всегда прохладно А зимой тоже тепло Да, очень удобно Сейчас мы посмотрим Куда мы выйдем И я так понимаю Сверху у нас находится Замок 11 века Да, совсем Все, завтра мы его посетим А сегодня мы идем Тоже по интересным местам И я смотрю Что людям очень нравится Ходить здесь Здесь очень много людей Ставят машины Перед входом И идут Прогуливаются Потому что сегодня у нас Суббота Уже слышно Музыка впереди Вот интересно Куда мы выйдем? Мы впервые в этом городе Мы ничего еще не знаем Мы смотрели Google Maps Но для нас каждый раз Это какое-то новое такое Действие происходит В каждом городе Я уже вижу столики Слышу музыку Что-то интересное впереди Какие красивые домики Я думаю Что нам очень-очень понравится Сейчас Выходим на улицу Я слышу уже бой часов Ух ты Посмотрите, что тут происходит Вот это да Почему здесь столько народу? В субботу все отдыхают? Нет, здесь играют уличные музыканты А, и танцы А это, друзья, мы вышли на центральную улицу города Дени Карер Маркес де Кампос Это лучшее место для прогулок Говорят, что и в жару здесь От платанов, которые растут Создается тень Поэтому здесь приятно гулять Ее перекрывают иногда Она становится полностью пешеходной В выходные дни И также здесь проходит праздник Насколько я прочитала В июле здесь гоняют по этой улице Быков Очень приятная улочка С кафешками С ресторанами С магазинами Просто приятно прогуляться По этой центральной красивой улочке На этой улице много бутиков разных Вот я вам хочу показать магазинчик Где хендмейд все Украшения разные Красивые сумочки Мода Женской шарфики Вообще приятно по улице пройтись Мне вот, например, очень нравится Что есть разные брендовые магазины Сувенирные магазины Фонтаны какие-то Кафешки Все украшено И я бы сказала, что город в принципе Достаточно чистый Город достаточно чистый Нету никаких там собачьих Всяких неприятностей Ну и вот они платаны, которые создают тень Значит, друзья, я сказала, что это платаны Это действительно платаны Алексей меня поправил Что они очень похожи на чинары Но это одно и то же Поэтому летом здесь В тени этих деревьев Все равно, независимо от того Как они называются Образуется тень Иулочка, как я уже сказала, это перекрыта Центральная Здесь сидят в кафешках Всегда выходные дни В Испании Люди выходят А тем более сейчас праздники Поэтому с пятницы Вчера мы были в Картахене Было достаточно много народу В кафешках И сегодня все забито битком Так что не знаю, удастся ли нам поужинать И где Народ отдыхает Еще раз хочу показать вам Как называется И это центральная улица Города Дения И самое интересное, друзья Что здесь находится В этом городе Один из самых больших Портов побережья Куда ходят корабли На Ибицу На Майорку То есть на Балиарские острова Отсюда Можно пропутешествовать Мы уже видим корабли Вон там написано Балиария Сейчас мы подойдем поближе Покажем вам Ну и вот вы видите То самое судно На которое можно погрузиться С машиной И весело всей семьей Поплыть Или пойти На один из Балиарских островов Алексей недавно смотрел На Ибицу Стоило это бы нам На троих С машиной От 200 до Ой, от 400 до 600 евро Приятного аппетита Приятного аппетита гуляя по улице мы конечно же устали и зашли перекусить потому что сейчас вечер мы решили все-таки итальянскую кухню проверенную сегодня вкусить можно так сказать и вот такая вот уютная улочка уютные столики тут много чего интересного на этой улочкой до сейчас смотрим покажу для общей картины чтобы понимали этот город что сколько стоит вы увидите вот на одной из улиц есть менюшечкой и видно сцены есть паста здесь вот ну может быть ссылочку на это место мы вам тоже оставим под видео кому надо будет другую кухню мы не выбирали решили остановить сегодня на итальянской ну что нам принесли еду в этом заведении которое он показал сейчас покажу лазанья и пиццу нам принесли сыра мы с татьяной вышли в отель так как сегодня празднование хеллоуина и тут все ходят в ужасных костюмах мы пришли в барчик выпить кофейник здесь вот такая вот обстановка хеллоуин сейчас друзья мы идем отдыхать а завтра мы вам покажем новое интересное продолжение этого видео но для вас наступило утро и вот здесь вот проходит завтрак около бассейна сейчас мы вам покажем немножечко что здесь подают назад там друзья у нас наступило утро второго дня и мы пошли на завтрак завтрак у нас здесь ну континентальный наверное омлетик яичко до кроссаны кофе сок но зато у саду банан под банановым деревом и пойдем в очень интересное местечко дальше а сейчас мы уже выгрузились из отеля движемся в замок одиннадцатого века и идем вот по такой красивой улочки сейчас поднимемся наверх покажем вам замок старый замок одиннадцатого века идемте туда наверх идя к замку мы попали на очень красивую улицу кто знает друзья что это за улица пишите под видео очень красивые здесь дома косолома у нас такой финский дом у соседей косолома очень красивая улочка с двухэтажными домами ну и красота конечно каждого балкончика каждого дома а впереди у нас уже показался замок который сегодня нас интересует куда мы идем и берем как обычно вас с нами а называется эта улица вот так очень красивая улочка с двухэтажными красивыми домами замок у нас называется вот так и часы работаем тоже видите сейчас мы пройдем немножечко и посмотрим учитывая что арки такие в виде арабских есть история арабского все давайте пойдем посмотрим сколько билеты стоит нам в эту крепость у друзья стоят билеты 3 евро если вы школьник еще и у вас есть подтверденный документ то 2 евро так 3 евро ну да там разные эти боно есть ховен но входит посещение археологического музея да здесь на территории есть археологический музей вот такую карту вы получаете на входе несколько маршрутов разные интересные места есть смотровые площадки башни смотровые вот эти проходы по стенам но в общем думаю что будет очень интересно народу сегодня много нам пришлось даже постоять немножко в очереди все идем смотрим кратко показываем вам я думаю что все подробности вы сможете посмотреть когда прибудете сюда самостоятельно что можно подняться вот на такие стены башни посмотреть на прекрасный вид который открывается на город дэни и хотя обратите внимание крыши черепичные для не то что от блоки вот эти которые надо таких кстати домов как я их называю эти кубики здесь мы не встретили и это мы получается поднялись практически на самый верх откуда вообще шикарная панорама открывается улочки который мы только что шли панцы поют песню про меркодоны он проголодались пока поднимались ага и сегодня воскресенье меркодоны не работал очень у них уже тоска по своему магазинчику любимому полюбоваться дэни и поднимайтесь вот в этот замок отсюда очень хорошие виды открываются и хочу сказать что дэни и конечно это хороший уютный город прибрежный для отдыха для семейного отдыха потому что здесь есть пляж можно путешествовать на водных видах транспорта до болиарских островов забрались на эту крепость классно хорошие виды шикарно открывается на город ну и забравшись на самую верхнюю точку этого замка мы поворачиваемся к морю и видим на миллион который отсюда открывается который вы можете тоже увидеть если посетить город дэни посмотрите какая красота это порт где мы вчера гуляли ну практически там вот та болиаре который мы вчера показывали в начале этого видео стоит корабль ну и прямо из этого порта можно купить билет на катамаран который вот там вдали плывет и проплыть вот к тому отвесному берегу и полюбоваться берегом с моря и и и и и и и и и ну что друзья вот мы вам показали небольшой репортаж из города дэния надеемся что вам было интересно как всегда полезно все полезные ссылочки на оставим в описании под видео кто не подписан на наш канал подписывайтесь не забывайте ставить лайки проверять колокольчик всем adios amigos пока пока до встречи вновь на нашем канале всем здоровья и добра а